АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это человек, который борется со всеми нехорошими, хотя педофилы не бывают хорошими, короче говоря, со всеми гадостями. Борется и побеждает, а гад вот здесь сидит. Так, еще вопросы есть про клизм на бродершафт? Вы знаете, я вам скажу честно, после того, как вся страна отмечает с радостью рождение у Киркорова очередного ребенка от пробирки, меня не удивляет и питье задницами на бродершафт. То есть в стране меня теперь не удивляет ничего, вот абсолютно. А вчера, после того, когда Маша Арбатова долго объясняла, что она буддист, мне показалось, что она какой-то другой смысл вкладывает в этот термин, что первая буквы все-таки должна быть иной. Так, вопросы есть ли рассказать про дело Мирзаева? Про Мирзаева. Считаю, что у него был плохой адвокат. Считаю, что если бы у Мирзаева был хороший адвокат, он бы задал несколько вопросов. Ну, что было понятно, если кто-то плохо знает это дело, Агафонов, который был в состоянии алкогольного опьянения, рост метр девяносто два, вес под сто килограмм, занимался тайским боксом, пишет про него, что он студент, это неправда. Он был курсантом милицейского колледжа, откуда был исключен, потому что попался на ограбление, и сейчас началось уголовное дело по двум выжившим его подельникам. Они втроем ограбили с применением оружия двух курьеров, пытаясь отобрать сотовые телефоны, которые тебе привезли. Так что назвать его невинной жертвой тоже тяжело. Мирзаев, рост метра шестьдесят восемь, вес шестьдесят пять килограмм, Мирзаев ударил с передней руки один раз, никакого смертельного удара и близко не было, а вот все произошедшее в дальнейшем требует отдельного рассмотрения. Почему я говорю плохой юрист? Если бы адвокат был хороший, я думаю, что Мирзаеву вообще не надо было бы судить и сажать, потому что на самом деле это такие признаки самообороны. То есть там толпа подвыпивших здоровых молочек, он с девушкой, к девушке пристают, довольно грязно. То есть в этой ситуации человековый рост, если бы пропустил первый удар, но когда такая туша, шансов было бы немного. Но почему он умер? Я когда говорил с Мясниковым, Александром Леонидовичем, в эфире, он говорит, ну когда человек с черепно-мозговой травмой, доктор Рязанов, который здесь сидит, я думаю, это подтвердит, доставляется в больницу, что вы в первую очередь должны сделать томограмму, или как у вас это называется. И если даже здесь сразу ничего не заметно, на следующий день должны сделать еще одну. Как я понимаю, Агафонову несколько часов в приемном покое вообще никто не подходил. Не подходил ни один человек, всем было наплевать, и томограмму ему не делали никогда. И он умер через 4 дня. Это обозначает, что вы просто потеряли в больнице. Поэтому судить на самом деле надо было бы врачей, и судить врачей надо было бы за преступную халатность. Спасибо. Потому что по логике они упустили Агафонова. И тогда не было бы никакого уголовного дела по отношению к Мерзаеву. Если рассматривать статью, по которой судили Мерзаевы и дали 2 года, то здесь вопрос не к судье, извините, мама воду дала. Мама все чувствует. То это не к судье вопрос, а к нашим законам, которые так прописаны. Но когда по той же статье судят парня нашего, боксера, который, ну вы видели все, наверное, эту хронику, который избивает, наносит 9 ударов человеку в магазине, который сделал замечание, что не надо воровать рыбу, но вступает ему на голову, при этом этот человек, который отбывает в этот момент срок 5 лет условно, условно, за грабеж. Это третья судимость у него. И он убивает. При этом, насколько устроен мир, да? Агафонов находился в этот момент, когда все произошло, о подписке о невыезде. Если бы его за грабеж, что является тяжким преступлением, закрыли бы в СИЗО, он был бы жив. Если бы этого подонка, который убил человека в магазине, посадили бы на 5 лет, как он должен был бы сидеть, то никто бы не пострадал. Вот безумие наших законов и их право применительной практики. Но я считаю, что вот вопли националистов о том, что вот, Мерзаев убил русского парня, проявление идиотизма. Никакого отношения в этом деле национальности Мерзаева вообще не играет. Никакого, вообще, никакой роли. Дагестанец он, что там много разных народов проживает на территории Дагестана, поэтому это не точно назвали. Чеченец, ингуш, евреи. И кого он ударил, тоже никто. Любой мужик мог оказаться в такой ситуации, как Мерзаев. Ты с девушкой, девушка начинает грязно клеить, ну и что ты будешь говорить, дорогая, ну потерпи. Ну что ты за мужик? Ну конечно, ты врежешь. Ну а дальше уже, как Господь распорядился. И когда вдруг все становятся такими мастерами, рукопашный лбой, начинают писать, владение приемом, это же смертоносное оружие. Смертоносное оружие это заточка, которую сейчас вот вытащили одного из людей, пришедших сегодня на вечер. Ну такой же ты, такая заточка. Вот это смертоносное оружие, а руки это нет. И то, что наша молодежь зачем-то ходит вот со всеми этими чепухой, они не понимают, что это не защитит, а приведет к другим последствиям. Никогда никого это не защищало. Я никогда не забуду, когда в лихие 90-е я ходил со стволом. И ты начинаешь себя чувствовать таким легким, тебе начинает казаться, что все можно. И ты невольно начинаешь сам нарываться на ситуации. Ты по-другому их просчитываешь. И потом с большим трудом сдерживаешься, чтобы это не применить. Вот те люди, которые много походили с оружием, вот здесь в зале сидит несколько человек, кроме господина Макеева, где-то Влад и Сашкен были. Не знаю, где ребята. Так, вы где? Влад, ты где? Не вижу. Ну, они в зале, они мне просто писали, но они скромные. Вот эти два человека, Влад и Саша, я про них часто рассказываю, это красная гордость рыси. Вот они с оружием походили и реально побегали. Поэтому вот в обычной жизни они такие спокойные, как удавы. но не советовал бы никому проверять, что произойдет с теми, кто заставит их это спокойствие потерять. Ну, там же это люди, которые вот Родине служат, с оружием в руках и умеют с оружием обращаться. Вот эти понты, они все уходят. Я вообще ненавижу вот это все, когда вот это начинается. Так же, как сейчас вот выросла молодая поросль дагестанских и там других детей, которые ясны, у них во многом комплекс из-за оскорбленного Кавказа 90-х. И они не умеют себя во многом правильно проявить, приезжают вот со своей такой внутренней агрессией и пытаются их здесь излить. Но они себя ведут так, как будто они дети погибших чеченцев и ингушей. Они что-то забыли, федеральные войска воевали не с ними. Поэтому вот, а я помню, как в 90-е годы пальцевали чеченские пацаны и что с ними со всеми стало. Это все кончается одинаково. Это все идет вот хамство, вседозволенность, мы крутые, мы круче всех. Россия перемалывает всех. Пока они не поймут, что они россияне, они начнут с этого мы те, мы се, все кончается одинаково. Вот нельзя этого делать. Надо быть россиянином, четко осознавая и любя свой народ. Но когда начинается вот это тупое пальцевание, это кончается в конечном итоге кровью и трагедиями семей. Поэтому все эти стрельба на свадьбах, это омерзительно. Это от бескультуре, на мой взгляд. Так, при том не важно кто стреляет, татарин, евреи, русские, дагестанец, это все лишнее. Так, вопросы есть? Вопросов нет. Ну спрашивайте, пока я живой. Да, прошу, конечно, Андрей. Андрей, в чем надежда. Но сегодня здесь даже нет Игоря Когана, он сейчас находится далеко, у него жена надежда. Вот у него понятно, в чем надежда. У нас была надежда изумруд, что Аркадий отпустит начальство, он успеет прилететь. Но ему такой график засунули, что он с утра улетел, и, как я понимаю, очнется завтра уже в Иерусалиме. У него какой-то такой сумасшедший график путешествия. Надежда разная бывает. Вот, например, у меня есть надежда с тем, что в правительстве, несмотря на дикое количество странных людей, есть несколько людей, которых я хорошо знаю как выдающихся профессионалов и очень порядочных. Для меня, например, было приятно, что Андрея Воробьева назначили на Московскую область. Потому что, ну, я Андрея хорошо знаю, значит, очень порядочный парень и такой работящий. Фрагментарная надежда, хотя, может быть, ничем не обоснованная, но просто хочется верить с тем, что поступили, как в известном российском анекдоте, в случае опасности выдернуть шнур, вытащить Шойгу. То есть, вытащили Шойгу, назначили на Министерство обороны. То есть, по крайней мере, сразу какие-то движения, которые были выполнены в Шойгу, вызывают симпатии. Ну, то, что вернули коробки нахимовцев и суворовцев, что остановили омерзительную и бездарную реформу учебных заведений, но вместе с тем там форму, потому что форму было ощущение, что вот лучше бы Сердюков галантерейную лавку заканчивал, а не мебельную, потому что форма была совсем уродливая. Ну, как бы, ну, совсем. Аж Юдашкин возмутился. Хотя, конечно, вот этот интеллигентный спор двух классических офицеров, Жириновского и Юдашкина, о том, какая должна быть форма в российской армии, это шизофрение. Когда Юдашкин говорит, я рядовой типографских войск, а Жириновский говорит, а я офицер-политработник, я в Грузии был. Ну, и когда Жириновский на полном серьезе начинает говорить, рубашка должна быть короткая, ворот расстегнут, никакого галстука, портянки забыть, ботиночки аккуратные, то сразу вспоминается Мюнхгаузен, что талии будем делать здесь, бред. Хотя, вот я считаю, что нескольким российским политикам надо поставить памятники. Вот, например, конную фигуру надо поставить Геннадию Андреевичу Зиганову, на полном серьезе, за недопущение гражданской войны в России, потому что в 96-м году он мог начать реально гражданскую войну, такую, что все эти оранжевые нервно бы курили, потому что тогда мощь была. Ну и, конечно, от всех телевизионщиков надо скинуться на памятник Жириновскому. В мраморе золотом каждый волос выделен. Спасителю рейтингов. Это наше все. Это наше все. Жириновский наше все. Коля, не волнуйся, твоя жена моя дочь, вон там сидит. Я видел, она села. Так, вы так и будете вопросы задавать, глядя на меня счастливыми глазами российских министров, надежды, да нет никакой надежды, это я вас обманул. Ну какая может быть надежда? Слушайте, вот у меня дети ходят в школу, платишь сумасшедшие деньги, школа вроде хорошая, и все равно надо каждый день подкручивать что-то вручную. И все равно надо смотреть, чтобы тот безумный уровень агрессии, который в обществе, не проникал даже в очень дорогие школы. А я представляю себе, что вот люди ходят в обычную школу. Вот дети ходят в обычную школу, они оттуда выходят кем? интернационалистами хорошо образованным? Ну-ну, бей первым Фредди. Страна вся рассыпается на глазах, как карточный домик. На страты получаются классовые общества. Ведь, вы заметьте, мы действительно же, если ходим пешком, то мы не видим тех лиц, которые видели, когда ходили по городу 10, 15, 20 лет назад. мы пытаемся перебежками по нашему городу перемещаться с точки А в точку Б и лучше никого не видеть. Мы ходим в определенные магазины, в определенные рестораны, музеи, если кто-то ходит, театры. Мы пытаемся находиться там, где привычные для нас лица. И когда мы вдруг сталкиваемся с реалиями, мы говорим, «Ну, не может быть». А реалия в том, что вот я с большим уважением отношусь к любым верующим людям. Но я только не могу понять, почему в России за российский бюджет надо строить мечети для приезжих, не граждан России. Ну, не понимаю я. Я, наверное, что-то... Ну, логика очень простая. Ну, Москва – город, в котором представители всех религий. Но в основном город православный, так скажем, традиционный. Почему надо сюда завозить преимущество мусульманских гастарбайтеров? Ну, и тем же гораздо комфортнее было бы в Чечне, в Дагестане, в Ингушетии, в Грозном, ну, в Существе говорить о Чечне, там, в Татарстане, где инфраструктура для вероисповедания есть, где культура гораздо ближе, гораздо понятна, мусульманская, где нет никакого конфликта бытового на почве религии. Но здесь, когда в центре Москвы людям необходимо отметить религиозный праздник, а ни одна мечеть их не сможет принять, их такое количество, и когда они вываливаются на центр Москвы как нашествие, ну, надо быть святым, чтобы говорить, ой, спасибо большое, что приехали, спасибо, что убираете наш город, но это невозможно. Когда ты видишь этих зайок, перепрыгивающих через турникеты в метро, тык-тык-тык-тык-тык-тык, еще бы ничего, но не пахнут. Или когда вот эти все зайки аккуратно вдруг садятся на асфальт, я понимаю, что им там тоже не нравится. Но исходя из этого, что московский бюджет должен потратить бешеные деньги и построить для зайок дикое количество мечетей, которые в остальном время будут простаивать? Ну, Москва православный город. В крайнем случае атеистический. То есть, так же, как, слушайте, с этими школами вообще задолбали. Уроки религии в школе. Зачем? Не надо вообще в школу никакую религию нести. Вы же вдумайтесь сами. Мы же себе представляем, придет, не знаю, там, Тихон архимандрит. Дальше почему-то напрашивается, где-то в воздухе послышалась твою мать. Нет, просто архимандрит. Замечательный дядька написал книгу «Не святые, святые». И он будет что, детям рассказывать про православие? Ничего подобного. Где-нибудь в далеком кишлаке какой-нибудь выпускник Каирского университета будет из детей готовить настоящих цердокаменных ваххабитов. Надо же смотреть, страна-то большая, надо же понимать реалии. Поэтому уж где-где не должно быть вообще никаких религиозных отличий. Это в школе абсолютно должно быть светское учреждение. Желаете заниматься религией, пожалуйста, воскресные школы, вечерние школы, все что угодно в селье, но не в общеобразовательных заведениях. Здесь люди должны учиться светским наукам и системе взаимоотношений друг с другом. Ну вот представляете, школу, эфир провел я сатановский против двидара. И настолько глубинная ненависть вспыхнула, просто глубинная, которую ничем, при том два интеллигентных человека, хорошо образованных. Но если бы меня не было, они бы друг друга реально задушили. Ну это же беда. Прошу. Здравствуй, Владимир Удольфович. Меня зовут Евгений Романов, бизнесмен, Москва. У меня такой вопрос. Есть ли в нынешней российской политической элите такие люди, для которых власть не является панацеей, а является всего лишь способом изменить что-то к лучшему? Да, есть. И какая вероятность, что они смогут пройти наверх, не заходя в какие-то кабинеты, без подхалимажа, чтобы поднявшись, не быть никому ничего должны, чтобы они могли реально независимо Людей, которые никому должны, нет, потому что они всегда поднимаются в команде единомышленников, и они, как правило, должны этой команде единомышленников, что как раз неплохо. Вообще, надо понимать, что даже Маргарет Тэтчер, став премьер-министром, написала, что к сожалению, надо очень четко понимать, что поднимаясь по этой лестнице вверх, ты делаешь такое количество обещаний, что добравшись до самого верха, у тебя связаны руки. Очень большой философский вопрос, хорошо, когда приходят власть нищие или богатые, потому что если идут, например, на работу министром люди, которые не смогли заработать денег до того года, то возникает вопрос, а с чего вы решили, что они действительно выдающиеся профессионалы. Если приходят богатые, которые стали богатыми, неизвестно за счет чего, то где гарантия того, что они будут воровать еще больше. Поэтому критерии не работают. Но я могу сказать так, вот много гадостей выливалось на Шувалова. Я хорошо знаю лично Шувалова и скажу, что из тех людей, которые есть, из профессионалов, он бесспорно очень сильный профессионал, который отнюдь не так легко ангажировать чем-то и как-то. Хотя он не скрывает, что он дружит с там определенным рядом бизнесменов. Я много лет знаю Владислава Юрьевича Суркова. И Сурков, конечно, реально блестящий администратор и очень талантливый человек. Его привыкли демонизировать, но мы сейчас говорим о его профессиональных качествах. Он, конечно, выдающийся чиновник. Именно как чиновник. У нас есть там Сергей Лавров. Я не могу говорить объективно о моем личном друге Аркадии Дворковича в абсолютной порядочности и профессионализме которого я уверен больше, чем в себе. То есть я уверен, что Аркадии вообще невозможно там не сломать, не подкупить ничего. И из-за этого иногда он как раз попадает в неприятные ситуации, потому что у него что... Ну нет, он и языки. Он правду матку лепит, хотя иногда, казалось бы, лучше чуть-чуть побереги себя. Мало это, я вам скажу, хотя это странная фраза, но надо четко понимать, тот же самый Путин очень выгодно отличается, скажем, от Ельцина или Горбачева. Или от Медведева. То есть при всех минусах очевидных Путина есть и бесспорные плюсы. То есть, по крайней мере, Путин действительно воспринимает свою работу как некую мессианскую и считает, что он чем-то обязан России. Другой вопрос. Не знаю, хорошо это или плохо, но я не знаю ни одного, а я знал не... Вот так, за последние лет 15 лично знал, наверное, или встречался почти со всеми правителями России и с некоторыми правителями Америки. И, как правило, каждый из них был уверен в своем мессианстве. Когда ты возглавляешь такую страну, то ты не можешь уже мыслить категориями обычного чиновника. Что-то с тобой происходит, происходят изменения. Но здесь очень важный момент. Мы сами находимся и живем в исторический момент. Я думаю, что где-то к 16-17 году страной номер один станет Китай. А мы, вежливо говоря, даже близко не тянем на сверхдержаву. А когда станет Китай страной номер один, у нас очень высокие шансы потерять весь Дальний Восток и там все. Мы просто не удержим Калининград. Поэтому вот та деградация, которая сейчас происходит в России на всех уровнях, если не будет предпринято чрезвычайных мер, закончится тем, что Россия в том виде, в котором мы ее знаем, исчезнет с исторической карты на жизни нашего поколения. Что трагично. На самом деле вот такой живой ниткой, которая связывает Россию, является не культура, не русский язык, а ядерное оружие. Иначе нас бы уже давно по югославскому сценарию раздробили на кучу государств. Я оптимист. Удивительно, что ядерный щит не разворовали. Видно, никому дома не влез. Хотите спросить, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Рудольфович. Чинцов Савель, 18 лет, студент. Хорошо, что мы критикуем персоналиев, а не институты. Это грамотно. Институты надо сохранять сложившиеся. Но, чтобы заменить персоналиев, нам нужны какие-то принципы, на основе которых мы будем формировать кадровую политику, которая отсутствует. Следовательно, чтобы набрать кадры, люди есть, даже мои одногруппники из разных районов нашей необъятной страны, приезжают, поступают в МГУ на бюджетные места и живут в общежитиях, стараются, трудятся. Я очень был бы рад, если бы подавляющее большинство из них пошло работать на государственные должности. Но идеалом становятся какие-то западные юридические фирмы или юридический факультет, или какой-то инхаус в крупной компании, но не государственная служба. То есть, какие, на ваш взгляд, должны быть основы, чтобы привлечь таких инициативных людей, и чтобы кадровая политика при... Все-таки надежды есть, люди-то на самом деле есть, только надо видеть. Людей нет, объясню почему. Есть юристы, это уже пугает. Но, представьте, что такое юристы на службе. Вот у нас порой юристов уже президентами работают много лет. Это, конечно, трогательно, но хотелось бы и техническое образование. Все-таки при всем уважении к юристам это профессии не производящие. Обслуживающие. Конечно. А что обслуживают-то? Общественные отношения. Ну, общественные отношения хорошо бы, чтобы строились еще на каком-то производственном базисе. потому что отношения есть, экономический базис рассыпается. Поэтому получается, что в нашей стране идет вечный... Мы не поставили себе цель. Вот мы говорим, хорошо, что есть институты. А какие институты есть? У нас же есть превращенные формы. Партии, не партии. У нас есть Дума, которая совсем не Дума. Есть Совет Федерации, который никому ничего не советует. И непонятно, почему есть Федерация. У нас в этом же проблема. У нас страной управляет не правительство, а кланы, зачастую теневые, находящиеся даже не близко к правительству. И народ даже не имеет представления, как правило, если назначают кого-то губернатором или кого-то министром или замминистром, то какие кланы между собой договаривались. И не случайно, когда речь идет о любой крупной покупке, то возникает вопрос, кто поставил плечо? Ага, Ротенберге или Сечин? Так. С Чемизовым беседовали или с Тимченко? То есть начинают звучать совсем другие фамилии, другие альянсы, о которых люди зачастую даже не понимают. А из-за того, что наша страна де-факто превращенная в формы, поэтому и кадра не набрать. Потому что волнует не ваш профессионализм, а кто вас назначил, а насколько вы преданы, а как вы будете играть по правилам. А это резко сокращает поляну. То есть да, вас можно взять на муниципальный уровень, но вам не дадут денег. А без денег нельзя управлять. А у нас нет доверия народу. У нас же власть народу не доверяет. Ну, мы же исходили из... Ну, я предлагал такую аллегорию, что власть, она ведет себя как ребенок. И относится к народу как взрослым. Вот себе представьте, вот вам полтора года. Как с вами общаются взрослые? Ага-агу! Иди-ди-ди-ди! Уйди-ди! То есть дети воспринимают нас идиотами, которым ничего нельзя доверить. Попу грамотно помыть не можем. Не понимаем вовремя, когда кормить. Вечно плохо стираем пеленки, если стираем. Не вовремя включаем мультики. И чтобы мы что-то поняли, на нас надо наорать. Как только ребенок начинает орать, все происходит правильно. То есть поэтому у власти полное ощущение, что народ дебил. Вот реально дебил. поэтому оружие ему доверять нельзя. Он друг друга перестреляет. Его надо только пугать. Избирать ему никого нельзя. Этого нельзя доверить. Ну как ему доверить? Смотрите, какие депутаты выбрали. Лица наших депутатов можно сразу вешать в комнате милиции. Их разыскивают милиции. Кто это? Это депутаты. Поэтому когда мы с вами говорим об институтах, это тоже не так. институты выстраиваются под задачу. Впервые за тысячелетнюю историю России государство живет без всякого целеполагания. Мы не понимаем, что мы строим, мы не понимаем, зачем мы строим, а исходя из этого вам скажет любой бизнесмен. Как я могу нарисовать бизнес-план, как могу определить стратегию развития? Нет целеполагания. Целеполагания задает руководство. Если Путин скажет, мы готовимся к войне, с Марсом, все скажут, йоу, страна на подъеме, и будут готовиться к войне с Марсом. Ясно, кого надо учить, кого надо выпускать, как надо вооружать. Когда мы говорим, то вся страна оказывается такой. Интересуется во время концерта, Киркоров узнал, что у него родился очередной ребенок или нет? Вот так. Но вопрос был очень хороший. Все хорошее. И вам тоже. Пожалуйста, конечно. Здравствуйте, меня зовут Максим, я из города Рыбинска. Класс. Если в вашем городе еще нет рыбы, то название поменяйте. Я Маргарита Симонян совершенно недавно в Твиттер писал по этому вопросу. Может, могу вам продумпировать? За то, что я, к сожалению, не отследил это сообщение в Твиттере, Маргарита Симонян. Просто получилось очень в тему. Она написала, что на рынке Подмосковья, я точно не помню, где, большой выбор свежей рыбинской рыбы. Сазан, линь, там, очень много она перечислила. Сазан, форельские форели и рыбинской рыбы. Так вот, у нас не водится та рыба, которую она перечислила. Так, на будущее для всех. Задавайте вопрос. Мой вопрос такой. Вот вы сегодня говорили про хозяина, который в стране находится, и все ему подвластно. А вот в других странах, США, европейских странах, там так же? Смотря какая страна. Есть отличия есть? Есть принципиальные отличия. Вообще это надо понять, все страны разные, и народы разные. И у нас есть дурацкая фраза, что рыба гниет с головы. Да воронье это, рыба вся гниет. Трагедия состоит в том, что вот мы все ждем, понимаете, какая-то дикое у нас, дикое неверие в себя. Нам почему-то кажется, что вот царь был бы хороший, мы бы сразу все такие хорошие были. ну это примерно такая же дурь, как у игроков московского Спартака. Им все кажется, что проблема в тренере. Им кажется, что если им дадут другого тренера, они сразу играть начнут. Это ничего с этим не сделать. Тренер может помешать, сильно улучшить, тяжело, не меняя состав. Но в Америке нет, в Америке нет хозяина в том понимании, как вкладываем мы. Потому что американцы не потерпели бы хозяина как такового. В Америке правят институты, потому что там страна закладывалась под это целеуказание, о котором мы говорили. Но там совсем другой народ. И они закладывали эти институты и их совершенствовали через страшную кровь, коррупцию, через войны внутренние, через проблемы. Это не был простой путь. И там до сих пор множество своих линий напряженности, которые не видны нам, не это общество сильно отличающееся и гораздо более гуманное, чем мы. Хотя многие их установки для нас, как для людей, неприемлемы. Нам психологически они тяжелы. Мы не можем стать американцами. Другое вероисповедание, которое определяет модель поведения. Америка очень пуританская страна и очень верующая страна. Мы такими не являемся. Да я возьму. Мы такими не являемся, как у нас другая история, другое понимание. Но яркий пример, посмотрите, американцы избавились от рабовладения в 1861 году, тогда же, когда мы избавились от крепостного права. До сих пор американские негры несут в себе пережитки этой борьбы. И Коля Злобин, как выдающийся специалист в вопросах, связанных с Америкой, не писавший об этом ни одну очень хорошую книгу, как раз рядом с вами, она может подтвердить мои слова, что американское негритянское общество, афроамериканское, оно до сих пор переживает. А вот у нас всех это родовая травма, только у нас так и не наступила победа над крепостным правом. Ведь все советские годы мы были крепостными. Мы до сих пор не стали свободными людьми. Мы никак не можем научиться язык из задницы вытащить. Это тяжелое умение, оно генетическое. Я так думаю. А Европа вообще по-другому. О, господи. Уважаемый Владимир Дольфович, ректор самого ведущего российского экономического вуза при встрече рассказывал студентам, что однополые браки ничего страшного, и государство может давать на воспитание детей. Это разрешение государственного уровня толерантно и согласно статистике не увеличит количество таких людей. Это мол дано от рождения. Ваше личное мнение, пожалуйста. Мое личное мнение звучит очень просто и ясно. Написано в Левите. Мужчины, не возляжа с мужчиной как женщиной, преданы будут оба смерти, кровь их на них. Вот мое мнение такое. Как гражданин, я не могу призывать к насильственным действиям по отношению к другим гражданам, но как человек верующий, я не считаю возможным вот это кокетство. Это грех. Фразы они не такие, как мы, но Чикатило тоже был не такой, как мы. Фраза ничего страшного, нет, это гораздо страшнее, это убивает мораль. Я понимаю, что, наверное, у гомосексуалистов есть внутренняя трагедия в осознании своей накости, но есть всегда интерес общества, который высший. Как правило, проходил в империях перед крушением. Я считаю, что никого не должно волновать то, что происходит в спальне взрослых людей, и личная жизнь, это личная жизнь, ее не надо вытаскивать на поверхность, ни в случае, то есть, так же, как я не понимаю марш голубых, я не понимаю, не знаю, марш традиционных семей. Это идиотизм все, то есть, не повод маршировать, но при этом, когда государство пытается изменить природу и институт, и забывая, что семья это мужчина и женщина, и ребенок рождается в любви между мужчиной и женщиной, исходя из этого есть мать и отец, вот когда наши звезды шоу-бизнеса производят на свет изначально несчастных детей, у которых никогда не будет матери, а я не могу себе представить большей трагедии для ребенка, чем знать, что у него никогда не было матери, что ее отец настолько брезговал женщиной, что даже не захотел рожать, даже нет матери. Плюс, я считаю, что невозможно больше унизить женщину, чем воспользоваться ее организмом, как автоматом для продажи Кока-Колы. Да, в браке может случиться все, и люди могут расстаться, и жизнь очень сложная, но уважение мужчины к женщине, которая подарила жизнь их совместному ребенку, и его обязанность о ней заботиться, и любовь к детям никто никогда не отменял. Вы можете расстаться с вашими супругами, но вы не можете и не имеете права перестать их уважать. Ну, на мой взгляд, то есть мужчина не имеет права этого делать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. На вашей передаче вы сказали такую фразу институт семьи безнадежного устарела. Да. А вы что дальше? Ничего, спокойно жить дальше. Ну, традиционный институт семьи устарел, когда все могли сесть вместе. Очень сложная система отношений. Семья в идеале познакомились, когда ему там, не знаю, девятнадцать ей восемнадцать поженились, прожили всю жизнь вместе. У меня бабушка с дедушкой. Только им было шестнадцать и семнадцать. Но это было послереволюционное время. Так получилось это счастье. Мне просто кажется, что в отношениях между мужчиной и женщиной далеко не обо всем надо говорить. Вот, за семейные отношения надо бороться. Есть какие-то области, которые не надо вытаскивать на свет. Надо уважать пространство друг друга, надо давать возможность. Совершенно по-другому строится отношение в семье уже к детям, к родителям. Уходит вот эта патриархальность. Иногда младшие оказываются в роли старшего и тащат на себе младшие в семье. То есть, и патриархальная семья, а родители живут на содержании детей. Бывает и такое. Сам традиционный институт и представление семьи должны постепенно меняться. И они и так меняются. Но это не повод, чтобы на семье петь и Вася. Это не семья, это блуд. Вообще, идеальный вариант, когда мужчины любят женщину. Они рожают детей. И это счастье, когда так происходит. Раздался пугающий меня смех Ильяса. Да, пожалуйста. Я не знаю, что это такое. На мой взгляд, общественное телевидение это проявление какой-то шизофрении коллективной. Потому что, ну, что такое общественное телевидение? Вдуматься, да? А что, другое телевидение не общественное, что ли? То есть, его не общество смотрит? Ах, его общество должно финансировать, но это общественное телевидение живет за счет бюджета. А, может быть, общество должно определять, что оно будет смотреть? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Назначает президент своим указом руководителя общественного телевидения, который занимает своей вкусовщиной. Мало это, я вошел в совет по общественному телевидению, меня ни разу не пригласили ни на одно заседание. Видно, не нравится, что я могу там сказать. Мало этого, когда я говорю, а какие программы, мне объясняют, ну, хорошие, хорошие такие программы делают. То есть, вот собираются люди и говорят, знаете, сегодня будем делать дерьмо. Мы сделаем сегодня программы дерьмо и будем их показывать всем. Ха-ха-ха. Ну, так же нельзя. Общественное телевидение, но канал культуры есть. Не общественное телевидение. Первый канал, хотя сейчас у Эрнста, конечно, инфаркт, поэтому, что о нем говорить. Но после того, как Ольга Дергунова сказала, что это самое неэффективное вложение государственных денег в Первый канал, и пришли такие люди с суровыми лицами, у которых поперек лица погон проверять финансовую документацию Красного Квадрата, где жена... У нас же как? У нас же все одинаково. Все одинаково. Эрнст руководитель канала, и его жена главный производитель на канале. Неэффективный расходный денег. Почему неэффективный? Все в бюджет. Семейный. Все все понимают, но делают вид. Фигура умолчания. Поэтому общественное телевидение... Слушайте, вот поймите, цензура на телевидении никогда нет, не было, не будет в России. Она не нужна, потому что есть кусовщина. Когда ты зависишь в своей работе от главного редактора, от директора, от кого угодно, вот он с кем-то дружит, а с кем-то не дружит. Ему что-то нравится, а что-то не нравится. Поэтому абсолютно свободного, вольного журналиста, который летает, говорит, а я как птичка, боже, какую на голову кому хочу, ну, так не бывает. Все же по-другому устроено. И поэтому реальная свобода информации наступает не тогда, когда говорят, всем быть свободными, всем быть свободными, а когда рынок рекламный такого размера, что вокруг море каналов, принимаемых примерно одинаково, на которых выходит дикое количество программ. и физически просто не отследить. Но у нас же, когда говорят «свобода», люди почему-то считают, что в этот момент надо либо пукнуть, либо матом вырубаться. Вот в этом вся ценность свободы. И трагедия в том, что, ну да, микрофон, им же сказать нечего. Например, почему ничего не получается у Координационного Совета оппозиции, оппозиции? Потому что они все время говорят о себе. Они постоянно говорят о себе. Навальный рассуждает о том, какой он клевый. Собчак рассуждает, как ей не дают работать на Первом канале, а как она здорово могла бы там сделать. Яша никак не может понять, как его угораздило встретиться Собчак. Но все, что происходит, это очень трогательно, но только почему-то нигде нет о людях. То есть вот просто о людях нигде нет. Вот это никого не волнует. Они все между собой выясняют, кто из них круче, у кого больше, шире, длиннее, глубже. Но про людей нигде ничего нет. А народ это чувствует, поэтому, ну слушайте, ну когда они говорят, на Болотную вышло 200 тысяч, марш миллионов, а голосуют 80 тысяч, из которых 20 тысяч МММ, ну слушайте, ну хоть, ну после этого-то, ну, хоть стыд какой-то имейте, тихо, вежливо сказать, ой, пора менять подгузники, вы обкакались, что вас роднит с российскими министрами. Да, пожалуйста. Добрый вечер, спасибо вам за нашу встречу сегодня. При всей критике, которая прозвучала сегодня и в адрес власти, и в адрес страны, и в адрес действительно того хаоса, который происходит вопрос, ой, происходит вокруг, хочется задать один логичный вопрос, а делать-то что? И как предотвратить? Любить и рожать. Ну, это, это слишком просто, но... Нет, это как раз, нет ничего сложнее, чем любить. Понимаете? Я объясню, любить, это очень сложно, любить своих детей, тратить время на то, чтобы им объяснить, не срываться, не кричать, любить свою жену, любить свою маму, любить своих коллег по работе, прощать им их слабости, но вместе с тем, понимать, что надо работать на улучшение. Вот каждый день надо вот приходить на работу и пытаться сделать лучше, чем ты делал вчера. Ведь основная трагедия состоит в том, что многим почему-то кажется, что с возрастом человек становится лучше, как профессионал. Полные чушь. Человек становится лучше, как профессионал, когда он каждый день над собой работает, а когда он не закрепляет определенные стереотипы, его регулярно повторяют. Поэтому ты каждый день должен стремиться делать что-то по-другому. Вот я по-стариковски по-прежнему готовлюсь к каждому эфиру. Вот вы будете смеяться, как на меня ругалась моя мама. Моя святая мама. Как на меня мама обижалась. Потому что мама приходила ко мне в эфир, когда начинала, и мама рассказывала, и я даже собственную мать критиковал. Говорил, мама, вот это не так, и здесь не так. И мама на меня страшно обижалась, потом согласилась. Вот я Филиппа довожу иногда до состояния, что он просто у него там руки трясутся. Вот Филипп Гроз Днепров, наш компьютерный гений, отец замечательного артиста Анатолия Днепрова, музыканта, композитора, певца. Вот я Филиппа довожу просто иногда до белого, вот у него все трясется. Потому что я перфекционист в работе. Вот я все прощу, но работу ты должен делать идеально. Вот просто идеально. Потому что тебя слушают люди. Вот когда они включили радио или там телевизор, их не волнует, какое у меня настроение, болит у меня живот или не болит, спал я ночью или не спал, накричали меня нет. Они обязаны получить 100% качественный продукт. Я за это отвечаю своей репутацией, своим именем. И моя команда. Ничего страшного. Говорят, я думаю, что понимают это многие. Вообще, чтобы мир существовал, достаточно 12 праведников. Я к праведникам точно не отношусь. Ну, даже не близко. Даже не близко. Можно? Праведники ночью не просыпаются, чтобы пожрать. А я просыпаюсь и думаю, дождусь утра. Да, пожалуйста. Можно? Спасибо. Спасибо вам за этот вечер. Володя, в одном из своих выступлений вы сказали, что нет новых людей и нет новых идей, за каким можно было бы пойти. А вы все-таки за какой идеей пошли бы? Вот на Болотную или еще куда-то? Я ходил один раз не на Болотную, когда Беслан произошел. Меня это настолько как-то вывело из себя, реально. Тогда собрали много людей, много-много. Весь Васильевский спуск, были люди. Но я сказал все, что думаю. И было очень смешно, потому что я потом включаю телевизор и на заднем плане я говорю, а меня перекрывает голос комментатора. Очень интересно выступил Владимир Соловьев, которого приветствовали москвичи. Но на всякий случай, что я говорил, решили не давать, потому что я объяснил, кому надо пойти в отставку, как быстро пойти в отставку и так далее. Прошу. А по очереди? А по очереди, да, пожалуйста. Я очарован был. Спасибо, я женат. Огромная благодарность от здесь несколько многодетных отцов, я тоже, даже вдовец многодетный, Николай. Мы говорим о действительности, жуткая действительность. И чтобы не терять политколлегенность, можно короткую сказку. Можно короткую что? Сказку. Да, я думал, что с этим все кончится. Я вам просто скажу, вы пока проигрываете Питеру. Я выступал в Питере, в консерватории, заканчивая выступление, перед тем, как вопросы, на сцену врывается человек. Такой походкой Николая Баскова. И говорит, аплодируем Владимиру! Владимир, спасибо! Спасибо! А теперь я спою для всех ваших зрителей. Я вам сказал, отличная идея, но когда я уйду совсем? Вы уверены, что сказку надо читать? Я ее не читаю, я ее сожму. Вопрос в том, чем ее закончить. Представьте себе, значит, нашли марсиан. Они появились здесь у нас на земле. И мы их приняли замечательно. Вы говорили, любите и плодиться. Мы их любим. Мы их любим, как братьев. Но вы знаете, какая вещь? Значит, их становится больше. Больше и больше. И, значит, часть их любит нас. Другая часть нас ненавидит. И самые жуткие преступления, которые совершают эти марсиане, нашим злодеям даже не снились. Мало того, значит... Закончилось зачем? Закончилось... Вот вопрос как раз и к вам. Часть этих марсиан, значит, строят гигантские города. И самое главное, земляне, земляне помогают им строить эти поселения. Извините, а вы продюсер Жанны Агузаровой? Хороший вопрос. Молодец. Дайте вам ответ на эту другую сказку расскажу. Я захочу, чтобы это было... Ее, Володя, уже ужали, уже сил нет. Володя Матецкий рассказывает сказку как раз про Жанну Агузарова. Лондон, рейс. Лондон, Москва. И в аэропорте Хитрово стоит очередь. Идет Жанна Агузарова с Марса. Абажур на голове, лампочки горят. Проходит мимо Матецкого, его не замечая. Доходит до стойки, там и объясняет, что не перевес. Лампочки крусти. Говорит, Володя, лучше помоги, какая-то фигня происходит. Пролететь не могу. Короче говоря, мысль простая. Нет. Ответ простой. Нет. Они не марсиане, они тоже земляне. Либо цитирую Даглас Эдденс. Да, в чем смысл жизни? 42. И помните, Землю создали по заказу мышей, а люди всего лишь часть большого компьютера. Да, пожалуйста. Владимир, ой, господи, сразу громко так. Скажите, вы сегодня такой пессимистический сценарий нарисовали. Да? Российский, да. И в связи с этим какой язык учить молодежи? Китайский, один из европейских, английский, серьезный. чтобы хотя бы с нашими братьями-таджиками, чтобы вы знали, что они о нас думают. Не, ну это шутка. Вот серьезно, серьезно. Россия или в состав Китая, или в состав Европы куда-то. Вот куда нам серьезно, куда мы попадем? И второй вопрос, можно я сразу задам, а вы потом ответите. Реально ли в России действительно ограничение интернета? Пойдет ли, готова ли власть в ближайшей перспективе? Ну, во-первых... А зачем тогда вот эти вот законы прописываются под то, чтобы при желании закрыть? Ну, вам в стилип об этом расскажет лучше. Нет, реально, конечно, в любой стране можно легко закрыть интернет. Для этой цели достаточно дернуть рубильник. Ну, просто лепестричества нет, и все закрывается само собой. Если говорить о серьезном закрытии интернета в России, конечно, это чушь. Власть на это не пойдет. Почему все время об этом говорит? От беспомощности. Мало этого, люди, которые об этом говорят, как правило, даже не понимают, что такое интернет. Им просто обидно. Про них что-нибудь написали, и они обиделись. И они говорят, ну, закрой, не надо закрыть. Немедленно закрыть. Ну, обидно им. Логики в этом нет никакой. Понимания никакого. Знания никакого. Ряд просто пытаются нажиться, чтобы взять государственные деньги. Ну, понимаете, создали лигу, там, что-то по борьбе с интернетом. Одного из главных инициаторов, Мавафеева, не пустили в Сенат, уже готовы арестовать за махинации. Неприятность такая получилась. А лига пока славна тем, что работает, опять-таки, как министр. Какается каждый день. То у них Гугл в запрете, то поисковики в запрете. Ну, потому что, ну, нельзя брать дилетантов и говорить, солнышко, вот тебе синхрофазотрон. Ага. Вот происходит так. Набирают по объявлению и говорят, будешь интернетом рулить. А руль где? Вставят руль куда? Я прихожу как-то раз в управление ИК. Классные ребята, правда, компьютеров нет. Но они борются с преступлениями в сфере интернета. Без компьютеров. С компьютером каждый дурак может. А ты так. А какой язык учить? Любой. Объясню, почему. Нет, ну, русский вообще есть. Если бы наши люди учили русский язык, это было бы счастье. Просто в каком-то возрасте полезно учить язык, это борьба против старения мозга. Мозг таким образом начинает функционировать несколько по-другому, и ты борешься. Это такой антиэйдж терапии. То есть, таким образом пытаешься бороться со старостью. Мне правда не помогает. Я просто с ужасом понимаю, что, о, и это слово я забыл. И еще я тут ввязался в спор с филологами. Но я не могу слышать, когда говорят, в Строгине, в Домодедове, в Алтуфе. Не могу. Но я москвист. Я каждый раз, когда я это слышу, мне все хочется сказать, послушайте, извините, это в говне, а не в Строгине. А в Строгино для меня. Ну, нельзя так. Ну, не могу я. Здесь сидит мой сын Даня. Кстати, многие задают вопрос, почему у меня на билетах написано плюс шесть, да? Чтобы я мог сына к себе привезти на концерт. Скажу вам честно, это все сделано ради Дани. Дани не шесть, Дани гораздо больше. Дани уже взрослый мужчина, который занимается боксом, что ужасно смешно, потому что, ну, основная проблема, Даня, покажись в стане. Даня, вот, мальчик с длинными волосами, как мушкетер. Даня отличник, там, гордость школы, там, все понятно. То есть, Даня замечательный парень, и ужасно смешно, когда я Даню отвел заниматься боксом. Ну, потому что, но Даня очень понравился бокс, потому что тренер размером с Даню. Притом тренер, вот, идеальный вариант, он и Ревха Тахат Шахрудинов, потрясающий, он очень хороший боксер был, был еще заслуженный тренер СССР, то есть, такой, снимался в фильме «Бой с тенью 3», играл тренера. Но Ахатыч, чем дико смешной, что он один из последних настоящих тренеров, в которых еще и педагоги. То есть, вот, он любит людей, он с ними говорит, там, очень хорошая атмосфера в зале. Но, вот, когда он что-то говорит, я просто вспоминаю, помните, была такая реклама, наш тренер такой, зверь, когда такие качки, такой мальдер. Вот Ахатыч, он такой, «Тяжело тебе, Даня?» «Нальдать жил, а кому нынче легко?» Он говорит, «Приятно». Я тоже хожу в зал, мне говорят, «Владимир, вы занимаетесь боксом?» Я говорю, «Слушайте, когда вам 50 лет, вы уже не занимаетесь боксом, это же ОФП под видом бокса. Что я себя обманывать буду? Вот, Александр Кутиков, который здесь сидит, он не просто занимался боксом, а в молодости, был очень хорошим боксером, но потом, музыка, «Машина времени», группа «Нюанс», творчество, и жизнь стала другой, но боксерские навыки остались. Когда-то именно они спасли группу «Машина времени» от раннего разорения, когда все деньги «Машина времени» были потрачены на инструмент, а человек попытался с этими деньгами забрать их и сбежать. «Машина времени» Но Кутиков его остановил. Так. Знаете, по привычке сказать, 5533-ВЕСТИ, присылайте ваши смски. Так, еще вопросы есть? Здравствуйте, Владимир Владимирович, Петр Вилентьевич, Москва. Одну только аксиому знает, дважды два, четыре. Это не аксиому, не хочу вас обидеть. Это не страшно. Да, ну, бывает и пять, доказывать математику. Не страшно, просто это не аксиому, ну ничего страшного. Ну, страной управляют люди, не могу выразиться, как... Вы только аккуратно выражаете, а то арестуют сразу. Да я бы пришел с Котомочкой. Молодец. Вот, ну точно, ну вот как не любить такой народ, а? Вот она, вот, знаете, вот скорость ответа, скорость реакции. Красавцы, ну просто красавцы. Гениальный ответ был про бенни-менеджер Жанны Агузаровой, да, про Котомочка. Ну, прелесть, ну, слушаешь, прям удовольствие получаешь. Нами правят неумные люди, но имеющие диплом высшего образования. Кто-то придумал уступить дорогу пешеходу. Сколько погибло пешеходов на трех, четырех, пятерядном движении, когда пешеход идет на ужниках. Очень правильный вопрос. Человек этот ни за что не отвечает, а люди переходят в капюшонах, не глядя. Машина это средство повышенной опасности. На Украине или в Украине люди, наверное, глупее или умнее. Там правый поворот разрешен. На фанере нарисована стрелочка. Пропусти пешехода, никому не мешай. Не стой, не изжди, не газуй и поворачивай. Правда. Все можно сделать по-простому. Почему нельзя гордиться в России? Почему нельзя сделать то, что мир уже сделал и правильно доказано? Вот глупый вопрос. Я могу сказать точно. Во-первых, у меня полное ощущение, что страна такая. Вы очень правильно формулируете, но вот выступал до вас молодой человек юрист, который говорил вот, юристы. Но как объяснить юристу, который искренне считает, что если поезу сказать поезд стой раз-два, он сразу остановится, что есть еще законы физики, что движущееся тело не может затормозить без тормозного пути, ну, в условиях реальной земли. Но как ему объяснить, что если ты даже нарисовал зебру и человек пошел по зебре, то машина от этого не сможет остановиться по одному взгляду, что все равно, даже если водитель ударит по тормозам, будет тормозной путь. Но юристы об этом не думают. Потому что юрист рисует картину мира. А как она будет осуществляться, ему не важно. И в этом трагедия, большая трагедия. Нами правят не умные люди? Нет. Нами правят не не умные люди, а у меня ощущение, что у нас правят селекционеры. Они выбирают в мировом законодательстве худшее и пытаются это использовать в России. А потом говорят, ну, это же мировой опыт. Это мировой опыт. Почему вы возмущаетесь? Есть страны, где это прекрасно работает. Хочешь сказать, Мерседес прекрасно работает, но когда все части Мерседеса? Если поставить Мерседесу запорожеский двигатель, он прекрасно работает, но ему щекотно в заднице, и он не едет. Если вы помните, то запорожцы там был двигатель. Вообще, человек на запорожном всегда так выплюнул. Да, пожалуйста. Владимир Рудольфович, я, глядя на вас, уже я хотел сказать, что действительно от избытка сердца говорят уста, и мне радостно, что есть человек, который встал в проломе стены за народ. Это у Исаи пророка. Это моя радость, действительно, ну, и моя маленькая, моя личная трагедия. точка напряжения венчания длится два с половиной часа, а развод три минуты. Всё, спасибо. Это действительно, это страшная трагедия, и ой, ну, конечно, когда люди встречаются, это же, это целый институт должен работать, вот, отношения, почему, когда я говорил о семье. вот, например, считаю, что высшее проявление пошлости это венчание, там, не знаю, Пугачёвы и Киркорова. Ну, просто это пошлость. Это пошлость, потому что потом они развенчиваются. Мне кажется, что вот тайна обряда венчания, это настолько святое, что если ты туда идёшь, ты берёшь на себя такие обязательства, что слово развод дальше уже не должно звучать никогда. Поэтому перед тем, как взять на себя эти обязательства, надо очень серьёзно думать. вот чувство ответственности уходит из нашей жизни. Всё как-то легко, всё как-то модно. Ну, модно же венчаться, поэтому сейчас мы денег дадим батюшке, а потом ему же дадим бабла, он развенчает, и мы ещё раз венчаемся. А ведь действительно каждый развод это дикой трагедия. Не случайно, ведь люди говорят, что развод это люди переживают так же, как гибель любимого человека. От трёх до пяти лет происходит, пока человек более-менее найдёт. Ведь целая вселенная, которую ты строил, вдруг рушится. Вот реально рушится. И ты иногда всю жизнь не можешь выстроить себя, найти. А у нас нет институтов, которые помогают человеку это преодолеть. Но институты психологов у нас не работают, а на кухнях больше не выпивают. Поэтому мы же оказываемся загнаны собственными проблемами, в собственный мирок. И почему так популярны социальные сети? Ведь это возможность анонимно покричать о своей боли. Но зачастую, анонимно крича о своей боли, мы нарываемся на такое хамство в ответ, что только ожесточаемся и получаем ещё больнее. Но душевные отношения ведь уходят из нашего круга. Ведь, заметьте, чем выше мы растём по служебной лестнице, тем тяжелее с кем-то общаться. Со служивцами невозможно, потому что ты открываешь себя и становишься в расслабивых глазах. С начальством выглядят как заискивание, с подчинённым как слабость. С друзьями, которые не объединены с тобой производственным циклом, ты зачастую и говорить не можешь, потому что тебе с ними не о чем говорить. Они просто не поймут твоих проблем. Тебе просто надо им два года сначала объяснять, что тебя так напрягает. Так, рассказал и и ты находясь постоянно в общении среди людей, ты оказываешься в жутком состоянии одиночества. Чем выше ты поднимаешься, тем страшнее это гнетущее ощущение публичного одиночества. При этом ты же всё время всем обязан, потому что ты производишь впечатление на мир и ты начинаешь вот эти стенки придуманного себя держать любой ценой. Не дай Бог, где-то появится трещинка, где-то что-то рухнет. А зачастую там уже ничего нет, там выжженося. И вот это та трагедия, где, конечно, должен работать институт семьи, но зачастую, приходя домой, ты вдруг нарываешься на дикое непонимание, с кем поделиться в семье. Во многих семьях нет ни братьев, ни сестёр. Родителей, ну что, принести родителям свою боль, сделать им ещё тяжелее, чем они могут помочь. Хватиться за сердце жене на иногда у неё или там мужа, а у них иногда возникают совсем другие вопросы, потому что у них же другое представление. Ведь в нашей стране ты оступился, и жизнь закончилась. Всё то хрупкое материальное благополучие, которое выстраивается, так как правило, это материальное благополучие первого поколения, моментально рушится. Ведь вот у меня сын ходит, я говорил, в платную школу, а многих ребят из школы забирают родители, потому что что-то случается, погибает отец, либо что-то, и благосостояние семьи рушится в момент, идёт полнейшая социальная деградация. А ведь это дикая ответственность на мужиков, и наши мужики изнашиваются с нереальной скоростью, потому что уровень психологического и физического давления колоссальны. Ну и здесь наступают лёгкие системы разгрузки алкоголь, наркотики, которые только убыстряют процесс умирания, но не дают никакой разгрузки. Поэтому это большая проблема. И здесь помогает искусство, а его нет. Помогает вот общение иного уровня, которое может быть вот в такой рекреационной активности. А у нас пока эти институты не развиты. Формально это могла бы работать церковь, то, как это происходит на Западе, но у нас церковь иная. Почему так популярны там кабала и все прочие увлечения среди достаточно обеспеченных людей? Потому что во многом это возможность просто пообщаться о чём-то ином, разгрузить голову и выстроить какие-то сети. Называлось бы это не кабала, а шмум-бала, была бы та же фигня. Люди всё равно ходят другие вещи обсуждать. на мой взгляд. Ну, это так, от доктора Фрейда. Меня спрашивают, вы психиатр? Я говорю, да, принимаю с 7 до 11 утра, вторник, среда, четвёрка. Хорошо. Владимир, спасибо вам за прекрасный вечер. По поводу заточки, это всего лишь 200-миллиметровый гвоздь был, который использовался по работе, но просто случайно со мной оказался. Ну, я вам скажу так, у меня есть приятель, такой, Миша Рябко, полковник, он может дивизию уложить зубочисткой. А пару ребят, которые есть в зале, я знаю, это из-за точки, вот с расстояния, где вы стоите и до меня, поразят в мишень. Я просто её метну. Не настолько могу. Они могут. Вопрос. Меня больше волнует именальная юстиция, которая у нас, ну, я вообще не понимаю, что это такое. Попытаются протащить любую цену, ну, то есть, это когда какой-то человек... Нет, нет, я знаю, о чём вопрос, я просто считаю, что это преступление. Да, я тоже отец молодой, как бы, и я вовсе не хочу, чтобы какой-то человек считал, что он считает лучше... Абсолютно верно. ...что он лучше моему ребёнку. Согласен с вами. Права детей должны быть, должны быть защищены, но когда приходит чужой дядя и без решения суда отторгает детей от родителей только потому, что ему кажется, что в доме недостаточно натоплено, а у семьи, может быть, нет денег, я считаю, это неправильно. И бросают их в наши детские дома. У меня вопрос такой, не кажется вам, что есть, ну, не знаю, как это назвать, не заговор, а какой-то план, ну, по которому идёт разрушение просто нашей страны на всех уровнях, то есть это одна... Ну, этот план есть, бесспорно, но он по-другому работает. А он работает, расскажу как. Давайте предположим, что у вас есть огород на даче. Вот что произойдёт с огородом, если вы год не будете выпалывать сорняк? Он весь зарастёт сорняком. Вот государство, у которого нет идеологии, нет цели и полагания, зарастает сорняком. Потому что, чтобы государство существовало, чтобы человеческое общество существовало, необходима каждодневная тяжелейшая работа институтов, созданных по целеполаганию. Когда их нет, расцветает сорняк. И всё худше осуществляется. Потому что каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду происходит вечная борьба между добром и злом. При этом зло всегда переезжает добро на полшага. Потому что для того, чтобы победило зло, достаточно расслабиться, а чтобы победило добро, необходимо работать. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Слышно, да? Вечер действительно добрый, хотя бы потому, что он состоялся. И многие получили приглашение на этот вечер, да? Они платили вот эти вот огромные, большие деньги. Это Табриз что-то распустился. Надо Табризу сделать замечание. Что это он себе позволяет? Огромное спасибо. А вот насчёт ювелинальной нашей юриспруденции, то дело не в этом. Не всем так везёт семьям, у которых такие хорошие папы, как Владимир Рудольфович. Есть такие бабушки роскошные, как Нин Соломон. Есть другие семьи. Есть. И есть семьи, где люди могут во время беременности позволять себе курить, пить. Понимаете, поэтому ребёнок не виноват, что у него такие родители. Вот. И надо этому ребёнку помогать. Поэтому не всегда у нас все в своём уме и все очень хорошо знают, что нужно их ребёнку. А почему нельзя помогать в рамках действующего законодательства? Наше законодательство почему-то не работает. Не работают эти вот органы муниципальные, целый департамент есть семейной политики. Им как-то дайте в семей, делом нет. Ну, смотрите, если исходить из того, что те органы, которые есть, для этого не работают, зачем создавать новый орган, он ведь тоже не будет работать. Нет, у нас совершенно не нужна эта ювенальная юриспруденция. Было бы достаточно, чтобы был закон о правах детей, тогда бы мы у них внутренние органы не вынимали вот так вот. О чём я... Направо налево. Почему-то в советское время ювенальной юриспруденции не было, а дети были счастливы. Да. Но почему-то наша Госдума не хочет принимать закон, который мы 20 лет назад расписывали. Наша Госдума... Да. Такая у нас Госдума. Вот. А молодые папы... Хорошо, что у нас есть молодые папы, но и немолодые должны заботиться о детях. Вот. Но иногда государство должно помогать детям спасаться от их нерадивых родителей. Понимаете, конечно, но государство... Государство не может действовать вне закона. Государство не может действовать без суда. Вот в этом же основная проблема. Когда кто-то будет принимать решение, я хочу, чтобы этот кто-то проходил через такую инстанцию, как суд. Я не хочу видеть на толстое лицо или худое лицо абстрактной тети, которая будет решать судьбу ребенка. Пусть это будет делать судья. Потому что у родителей отобрать ребенка для этой цели надо провести процесс. Надо изучить все обстоятельства дела. Должна быть состязательность сторон. Мы говорим о судьбах детей. Тем более, что мы их ведь оторгаем у родителей не для того, чтобы их переместить в рай. Мы, к сожалению, их перемещаем зачастую в такие условия, на которые... Вот смотреть больно, страшно смотреть. Ведь посмотрите статистику, что происходит с детьми, которые выходят из детских домов. Это же волосы дыбом. Поэтому какая ювенальная юстиция? Нет, кроме ювенальной юстиции, в Татарстане, например, там берут не детей из детских домов, а пожилых, которые действительно достойны уважения. Они прожили жизнь. А у нас очень легко взять ребенка и обидеть, привезти его там в детский. А у нас теперь можно себе еще и родить ребенка. И поэтому вопрос вот порнография, интернет, понимаете, будет закон о деле. Давайте все-таки порнография и интернет разные вещи. Все понятно. Все порнография, кому она полезна и кому интернет. Порнография кому-то и полезна. Нет, ну а слушайте, ну взрослые люди, есть люди, если они хотят смотреть порнографии взрослые, ну это их личное дело. Потому что что же, сейчас мы дадим то, что любовью надо заниматься только через простынку, воночи, и с шляпами на голове, чтобы, не дай бог, не увидеть ни одного фрагмента обнаженного тела. Взрослые люди могут себе позволить такие вольности. Так, на этом, пока не закрылись рестораны, я предлагаю всем отправиться. Вот сейчас вопрос зададите вы, вопрос зададите вы, и все. Прошу. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Как раз вот в продолжении этой темы, вот я бы хотела услышать ваше мнение, почему вот у нас в настоящее время такое отношение, ну, на уровне правительства, к государству, к воспитанию. Слушайте, дайте я вам просто скажу. Давайте. Когда женщина рожает, она что, Путину рожает? А если рожает не Путину, пусть смотрит, от кого рожает. Почему, если человек родил ребенка, он на полном серьезе считает, что государство ему должно? Он что, выполнял боевую задачу? Родил бойца, сдал в Суворовское училище? Вот когда эти будут отвечать за то, что они рожают, а у нас машину, чтобы водить, надо сдать на права. А чтобы детей завести, ни на что сдавать не надо. У нас просто надо делать законы, чтобы убила эта мерзавка годовалого ребенка, ей дают полтора года поселения, иногда условно. А ее надо чуть ли не стерилизовать и уж точно в тюрьму сажать на много лет. Потому что жизнь ребенка священная. А у нас в стране к детям относится как к расходному материалу. Почему-то, если ты убиваешь взрослого человека, у тебя один срок, а ты убиваешь младенца, у тебя другой срок. Почему? Что, младенец не человек? Я не говорю, как Милонов о правах эмбриона. Я говорю уже о родившейся детях. Но хватит рассчитывать на государство. Не социализм. Государство ничего, к сожалению, вот это никому не даст. Уже поймите. Точка. Вот оно такое и есть. Поэтому извольте принимать и отвечать за то, что мы делаем сами. Ну, за моих детей, если я жив, здоров, какое государство должно отвечать? Я до сих пор материнского капитала даже не оформил. лень. И у вас был вопрос. Давайте я помогу вам. Мне не надо, спасибо. Моя мама увидит? Да, конечно. Вот моя мама. Вот моя мама. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, люди добрые. Вступайте к вашим детишкам или нарожайте себе новых. Увидимся через некоторое время, я так понимаю, там же. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok